Субтитры создавал DimaTorzok Начнем со своей пасеки. Эта оля производим в Украине. Он сделан из пенополистирола. История создания этого уля. Я пришел к выводу, что у нас огромный спрос на пакеты в Украине. Потому что есть регионы южные, южный восток, которые покупают чел. И на подсолнухе они очень сильно израбатываются. И каждый год ему нужно покупать чел. То есть он готов покупать. То есть это рентабельно. То есть пакет приносит ему там лишних пакет. Кто-то говорит 150. Я думаю 800-100 кг может принести пакет в определенных условиях. Купленный весной. У него уже суш есть. То есть отстраивать ничего не надо. Развивается и подсолну. То есть если это сравнить по ценам, это достаточно ему выгодно покупать. Есть определенный спрос на пакеты именно чистопородные. То есть это карника, бакфаст и т.д. Любой именно чистый человек готовый платить дороже, но взять пакеты. Занимался изначально медом, но потом это вот два года назад я придумал. Нужно заниматься все-таки пакетами. Во-первых, физический труд легче. То есть да, там очень много разных мелких нюансов, но физический труд меньше. То есть это ты не поднимаешь огромные корпуса, не таскаешь ткачкой, это люди, все. Занимаешься пакетами. И начал искать, где я могу взять такие уля. То есть ближайшие я смотрел, это финны делают. Оказалось, чтобы доставить их к себе на пасеке, мне нужно за вот такой вот улей заплатить 45 долларов. В Украине, но потом мне предложили все-таки, есть варианты сделать в Украине их. Много там конструкций, то есть цена сейчас в Украине выпродажная около 17 долларов. Но я получаю себе это по себестоимости, понимаете? И оказалось, что выгоднее вложить деньги именно в производство. И предоставить именно украинцам тоже такие ули. Они уже делаются, сейчас на роторскую только рамку, будут делаться и на магазинную рамку, и на додановскую. То есть просто ассортимент. Я понял, что у нас в Украине реально можно сделать практически все. Только нужны инженеры, нужны люди, и будет стоить дешевле. Я думаю, что в Молдове тоже можно сделать. Я не знаю, но у себя в стране намного выгоднее все делать. В Украине намного все выгоднее делать внутри страны. Потому что эта цена будет реально низкая. Потому что все покупать там в Польше, Германии, ну будем покупать, покупать, покупать и все. И у нас одни пчелы остаются. Конструкция. Конструкция. Это крышка. Она высокопрочная. То есть вот прыгали и вчетвером на них. То есть она глубокая. То есть можно положить в какой-то канди, в какой-то сироп в мешках. Вот Петр сказал, что я буду кидать в маленьких пакетиках. Но почему она сделана вот такая глубокая? Чтобы на рамке сделать кормушку еще в дальнейшем. То есть она будет кормушка на два отделения. И закрылась крышка. И все. Потом корпус, сам корпус, он разделен пополам. То есть три рамки в одну сторону, три рамки в другую. Но с сеткой с вентиляцией. Преимущество этого оля, и зачем я все-таки захотел его у себя на пасеке использовать. Это вывод мата, использовать его как нуклеус по три рамки. То есть мы можем, как минимум, я с любой семьи, могу в любую семью подойти и сформировать нуклеус. Это очень быстро делается, потому что на пасеке рутовская система. Подошел, сделал сколько тебе нужно отводка со всей пасеки. Все, они стоят, они развиваются. Мы не теряем, мы не теряем расход. То есть вот мы спорили опять с Пётром, что вот, да можно сделать вот в таком микронуклеусе, как у него, да. Сделал, я засыпал там мало пчелы, засыпал, ну да, похожую кормушку, такие кормушки. Пётр сказал, что там вот пчелы кинул, все. Но мы потом посчитали, что чтобы заселить этот нуклеус, это нужно сначала заселить его, да, потому он увозит, подождать там, чтобы, подождать пока матка облетится, потом эту матку забрать и подсадить в отводы. Да, то есть это сколько работает. И самое главное, что матка в нуклеусе, в микронуклеусе, в микронуклеусе, в микронуклеусе не сможет сразу же разогнаться. То есть она вот разогналась, она засеяла там 3-4 рамочки, все, что ей делать дальше, то есть нет места. И вы теряете каждый день, это минимум 1000 яиц, да. Все каждый день, собираетесь, сколько матка будет сидеть в этом микронуклеусе, вы каждый день будете терять расплод. Здесь вы теряете это количество, то есть здесь вот Ваня ими пользуется активно, он их еще забирает отсюда расплод потом. И мед. Ну мед это в конце, забирает расплод, то есть попробуйте отсюда забрать расплод и усилить какие-то семьи или отводки. Что с этим расплодом, ничего не сделаешь. А мед это может сотовый, Ваня вот в этом году тоже бочку меда выкачал с таких. Не, ну у меня еще деревянный просто. Ну смысл, с технологой точно так же, но сейчас мы переходим к набор. И я это все анализировал, думал, все, надо такие использовать. То есть в этом году я планировал запустить таких 200 на себя на басике, но 30 мая растяжение связок на ноге и 3 трещины на пятке. То есть, ну в мае была задача просто сохранить басик. На следующий год я уже, ну тем самым я в мае отработал уже технологию работы. Потом уже, потом вижу развитие, как, примерно сколько можно сделать семьи. И у меня были семьи, я сделал 5. 5 сделал и у меня в зиму идет 5 отводок, которые я могу весной продать 5 пакетов. Пакет это при чистой пчели это 50-60 долларов. Если мед полтора доллара, я с семьи взял 5 пакетов, то в два раза больше. То есть если бы даже я взял столько меда. То есть реально пакетами заниматься выгодно и мне стало невыгодно содержать на пасеке сильные семьи. Зачем ему нужно? То есть мед, который стоит у нас дешево. Да? Я понимаю, вся моя технология идет сейчас туда, чтобы запускать каждый сезон. То есть у меня работало 500 таких и каждый сезон продавать 500 пакетов. Получается намного выгоднее, чем заниматься медом. Иван говорит собирать пыльцу. Ну еще здесь собирать пыльцу конечно я не могу. Ничего, не пыльцу, не пыльцу, не пыльцу, не пыльцу. Это серьезно. Вышить всего надо. Ну конструкция позволяет. Мы уже там тестировали разные пыльцоловители. В Турции есть и на 6 рамок, кстати, тоже пыльцоловители. Турки уже за нас придумали это, что можно оказывается с пыльцов тоже пыльцу собирать. Но я эту мысль... Все-таки каждый должен заниматься своим делом. Как бы ни крути, разделение труда нас делало и с палкой ходили до того, что мы сейчас есть. То есть, если каждый будет заниматься своим делом, он будет оттачивать мастерство именно в этой сфере. И будет совсем другой результат и будет рост. Если мы будем заниматься всем, то мы не будем быть своим профессионалом в одной нише. Я всегда сравниваю с докторами, что дентист будет вырезать тебе аппендицит. Допустим, я слышал, что в Англии, оказывается, даже есть доктор на ухо. Один левый, другой правый. Серьезно, проекция, 3D-проекция, у каждого ухо своё. А он сначала у одного левое, а там же шпричком. Ко второму правому. Блин, не то. И серьезно, есть разделение. Это очень важно. Ваши семьи тоже держите в пенапрасовой мульке? Нет. Бока в деревянном. У меня с двадцать пятки, сетка дно. В дальнейшем я планирую 3-4 года перейти полностью на пенапрасов. А так меньше, если отбежали в зиму таких мульков, какая у вас процедура? Ну, как просто пленка, крышка, всё. А если будет рядом с лесом, что будет? Что с лесом? У меня басика чуть-чуть дальше от леса, чем у Вани. Есть, используют у нас и на Западной, и в Украине. В общем, дятел поселяется на пасеке один. То есть, вот я сравнивался с людьми. Что? Если больше, то как? Если это укладка, мы нас один. 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 То есть, задача поймать этого одного. Нет. В дальнейшем сохранении ульков. Ну, в том, что вот я использую. Правда, у нас как-то дальше были. Давно вышли вот такие пенапрасы. Да у нас тоже давно использовали, но не в Украине. Пока не было технику для сохранения этих ульков, ни одну семью. Нормально из зимы не вышло. С этой птицей. Птицей. Ну, опять же я... Смотрите, есть очень много разных. Очень много разных. Я, допустим, никак не сохраняю, потому что мне далеко от леса. То есть, я вот... Никак, никак. Если мы говорим про... Рядом, у меня есть товарищи, которые именно тоже у леса. Они говорят, что... Ну, один-два улья корпуса, он у меня бьет. Ну и ладно. Вот он так говорит. Но это он так говорит. Это он так говорит. Потом есть вариант. Делают сетки. Сетки, рыбацкие сетки навешивают, чтобы словить его. То есть, я считаю, что это достаточно самый интересный способ и самый дешевый. Именно от дятлов. Есть синички, это другой способ. То есть, от мышей третий способ. То есть, конечно, если не защитить, то можно потерять определенное количество. Но, опять же, вы же содержите машину, да, допустим? Стоит она у вас? Нет. Ну, есть определенная защита, у вас же есть замок. Да? То есть, вы же все-таки придумали, как ее защитить? Да. Есть определенные способы. Я никак не защищаю. Я нормально. Ваня, у Вани стоит тоже около леса. Посмотрим, что там. Да. Я сейчас пошел в зиму на улице. Опять же, я в экстремальных условиях тестирую на улице. Так как я зимую по три рамочки. Некоторые оставил по три рамочки, по два отделения. А некоторые объединил в один. Да. И будут смотреть, как бы выставить. Хотя у меня мыши, но от мышей я защитился именно тем, что на подставках мышь просто не может добраться. То, что если она будет на земле стоять, это сто процентов будет мышь погрузить ее. Это сто процентов. Но если мы предохранились, так сказать, поставили ее вверх, то на сегодняшний день с весны мышей мне много. У меня нету еще ни одной птички, ни одного покола. И ни одна мышь еще не добралась. Ну, пока нормально. Опять же, кому интересно, это реклама ютуб-канала моего. Там я показываю, как я собираю мед, как я заселяю. И сейчас покажу будет видео, как они пошли в зимовку. И весной будет, как они выйдут в зимовку. Все в реальных условиях. Я специально не заношу ни в помещение, чтобы все это протестировать. Да. Потому что я сам уже заказал большое количество. Потому что для вывода маток они интересны. Для сохранения маток весь сезон. Для пакетов весной и так дальше. Там вариантов очень классные, много. Ну, все зависит от ваших взгляд. Мы хорошо это согласим. Просто я уже в осенью беру стреч-пленку. И намазаю на них. Да, это, кстати, хороший товар. Ну, это один из способов. То есть мы сейчас... Я просто хотел еще рассказать про конструкцию. У меня корпус он сам по себе не цельный. Да? Да. Не цельный. То есть оно, казалось бы, вроде бы он цельный, да? И вы попробуете пошатать его. Он никак не даст. Да. Но... Тут такие внутренние шипы. Опять же, собираются они. Так вот. На шипы одевают. А? Плотность. Около ста. Около ста плотность. В чем суть этих шипов? Что они, когда полностью зафиксированы, они дают точную геометрию. Точную геометрию. И не надо использовать клей, саморезы, как-то скреплять. То есть оно... Попробуйте. Если их разбирать, собирать все время, то уже теряется сама именно геометрия. Да. Насчет его использовать. То есть его можно использовать просто как нуклеусы. То есть для вывода маток. То есть вы заселили его один раз в сезон. Забрали матку, дали там уже расплод, маточник. И использовать весь сезон. Последняя матка забирается с одного отделения. Вот здесь остается. Убирается перегородка, и он идет как отвод в зиму. Весной он развивается. Вы забрали матку, разделили на две части. Опять он работает. То есть вы заселяете его только один раз. То есть он у вас работает бесконечно. В микронуклеусах вы должны каждый год его заселять. Каждый год. Это если засыпано. Если у вас там рамки с восходом. Все равно это нужно в семье там держать. А здесь очень быстро это все делается. То есть есть возможность увеличить свой нуклеусный пар. Увеличиваешь количество мед. Важно я это помню. Он очень интересен именно тем, что кто занимается не выводом маток. Ну выводом, а для сохранности маток у себя на платье. Как банк. То это самый классный вариант. Ну каждый как называет. Я называю это ремонтной матки. Да. Ремонтной. То есть что такое подсадить в семью матку. Я думаю, что вы все знаете, что это есть определенные сложности. То есть именно в целую семью вас не устраивает там матка. Я допустим не подсаживал раньше. Я их просто разделял на отводки. То есть это быстрее для меня и безопаснее. То есть мне не нужно несколько раз подходить к этому улице. Здесь мы держим ремонтных маток. Три раунда. Да. Во-первых мы уже даже можем. Там полтора месяца прошло. Мы можем примерно даже оценить миролюбие. В чем от этой матки. Примерно. Да. Мы можем оценить качество расплода. Мы уже можем даже оценить работу хотя бы этой матки. Но вот я вам когда их много. Да. Вот стоите. Вы так открываете. Смотрите. Открываете. И вы уже видите, что есть какая-то слабее матка. Есть лучшая. Есть самый лучший. И вы подсаживаете в семью уже матку самой лучшей только. И тем самым потом у вас будет с этой семьей лучший результат на пасеке. Тем самым вы потратили вроде бы здесь побольше денег, времени. Но если мы это пересчитаем на количество валового меда в дальнейшем, вы выиграете. На счет ремонтных маток вернемся. Как подсаживаю я? Убиваю матку. Слышу как только пчелы задеспокоились. Раздвигаю рамки. Три рамки забрал и в центр. Без запаха мяты там. Кто чем пользуется. Просто в центр давлю. Ни одну матку еще не убили. Ни одну. Да. Сразу три рамки. Взял и все. Да. Да. Это рутер. В феврале у меня будет готова пресс форма на 145 корпус на 10 рамок. Ну это просто есть спрос в Украине именно на этот размер. Ну и самая дешевая пресс форма. И все. В этом плане. Но это улей для меня допустим очень серьезно. В несколько раз повышает рентабельность моей пасеки. Именно по выводу маток, по производству пакетов. Ну очень сильно спасают. Вот. Можно использовать другими. Там из дерева делать. И так далее. Разные есть варианты. Ну это идея. Именно идея. Она используется во всем мире. А попробуем. Как в этом набрать цену надо? Да. Конечно. Но две раз. У меня в зиму идет. В ванне идет в зиму. Смотрите. У меня сейчас. У меня просто есть тоже фото. Но это в 3D проекции. Мы еще рисуем эти улей. Да. Ставится три улей рядом. Три улей. Два корпуса. Два корпуса одинаково становятся. Это все. Ну это будущее. То есть мы к этому будем идти просто. Но проекты у меня есть на три года вперед. Я бы показал свои планы там. Какие будут пресс-формы. Как это все будет делаться. Это можно использовать также. То есть это специально размеры. Все так сделано. Чтобы это использовать. Да. Но буду ли я этим использовать. Я еще для себя допустим. Я выбрал направление. У нас достаточно все течет. Может изменяться. И может буду заниматься медом через три года. Я не знаю. Пока только это. Я не знаю. Вопрос можно? Да. Значит вы говорите. Слабая. Средняя. И самая лучшая. Воспиталка идет самая лучшая. Потому что? Воспиталку. Когда даете. Водки, или маток. Что вы наитете? Не маточки. А воспиталку. Да. И в воспиталку идет самая лучшая. . У меня воспиталку не даю маток. Нет. Вы говорите. Слабая. Средняя. И самая хорошая. Туда идет отценты св siguiente. самое хорошее и несколько раз я смотрел этот ролик вы так делаете они на вас оттуда вниз это особенность я не хотел говорить чтобы я использую породу бакфаст это так я привожу из германии могу себя выбрать и не скажу сразу бакфаста именно материал бакфаста хороший найти даже для человека который может несколько вариантов выбрать труднее чем материал карнике карнике достаточно просто он очень стабильный с бакфастом очень много линий очень много селекционеров и они обусоблены если корняководы они у них идет обмен материала все идет по кругу они между собой то есть сотрудничают бакфаста ки это там есть определенные нюансы и у каждого есть свое направление у каждого свои есть нюансы и моя задача на пасеке что было очень миролюбиво у меня практически в центре села большое количество семей и мне нужно важно любая если я вижу что проявляет агрессию она уничтожается очень очень быстро я на отводке расформировал то есть матку убил на отводке расформировал все насчет самое среднее слабое это опять же субъективное мнение может это сыграло роль больше пчелы может но визуально когда уже можно набить руку глаз это это видно поверьте кто занимается матками это видит то есть это все равно и это не факт что это будет лучше бывало у меня был случай когда нуклеусе была свечевая матка мне нужно было осенью срочно матка я ее подсадил она вывелилась и это вот у меня были нуклеусы где она сама там было столько пчел нужно было просто сохранить массу пчелы и хотел ее объединять думаю ну кину отличные результаты оказывается бывают для всех что свечевая маркета самые плохие все я думал все просто весной разделе бы призывал я удивился тоже опять же это субъективное мнение но именно вот то что подсадки маток это это очень очень классно и очень выручает очень часто так с ульями если будут вопросы я продолжу другую тему вот я допонял просто маленькие микро нуклеусе мы не можем сохранить матки в течение всего сезона вот у вас есть пасека 100 200 семей и вам нужен банк маток вот микриках это хорошо для вывода для продажи маток но когда нам надо чтобы запас маток был на пасеке это должна быть стандартная рамка если это трехсотая у вас на пасеке трехсотая от меня 230 230 мы просто матка работает весь сезон мы открыли смотрим там единия гисея я говорю как я тебе забираю рамочку с расплода подставляю в отводок более слабую семью отсюда ващину матка дальше работает тем самым она и не рассеивается но и сеет то есть она в тонусе постоянно находится и я могу вывести матку в мае а забрать ее грубо говоря только в сентябре что нельзя сделать в микро нуклеусе вот для банка маток дома это классный вариант ну я не говорю именно этот улей вообще как бы такая система в принципе вот что я хотел дополнить так попросил мне еще петр рассказать про вообще маток из германии получается началось из чего на пасеке у меня было не удовлетворяющий для меня нет порода пчел и начал искать себе материал попросил первый раз это был у меня вопрос сергей рауш занимается картинка я ему написал говорю можно ли купить ваших маток в украине он не писал нет в украине нельзя есть в россии хочешь ей там забирай а я говорю а сколько у вас там так чтобы вы отправили мне я там сказал около 10 маток если заберешь я думаю ну все значит дал небольшое объявление может кто-то пошел мне не надо было 10 маток островных кто-то захочет в общем в первый год я набрал заказов 30 было маток договорился там в доставке мне привезли и честно скажу в первый год мне матки обошлись для себя дороже чем я другим продал их в плане потому что у кого-то погибло матки в дороге я ему отдал свою то есть транспортировка то что я резервную отдал человеку я остался в минусе еще то есть матки у меня остались дороже и все я думаю да ладно я лучше 10 маток сам для себя буду в следующем году покупать она мне не надо ну кто-то значит на форуме говорить я взял у того пришла осень и начали звонки а можно у тебя я так вижу что люди люди нужны матки думаю ладно таки бы сделал для себя сделал зазор уже по цене потому что резерв погибнуть опять я буду в минусе а это уже не такое количество маток в общем второй год привез около ста привожу и карнику и в первые годы это было только карнику потом пошла потребность баквост я для себя тоже думаю нужно попробовать все так хвалят пробовать сравнить у меня было карника в основном следующий год привез около 300 маток 300 то есть начиналось 30 уже 300 там баквост разные линии уже разные комбинации уже и карнику начали заказывать разные комбинации уже начали умные читать уже заграничные сайты уже дальше начали прописывать не вот такую комбинацию потому что это это в общем 300 маток в этом году завез 700 уже то есть это уже совсем другие доставку уже совсем по-другому делается все по-другому чтобы максимально быстро доставить киев и максимально быстро доставить уже заказчик потому что я считаюсь гарантом качества маток и гарантом доставки то есть качество маток гарантирует немец но каждый человек не будет обращаться за компенсации за проблемы какими-то к ним то есть я выставляюсь гарантом с гарантом доставки немец не гарантирует никак говорит ну не нравится иди вот пасеки выбирай все я же тебя отдам руки все до свидания я тоже это уже есть определенный зазор я гарантирую тоже доставку чтобы до человека она доехала живая невредимая он должен быть доволен честно скажу дискомфорта приносит это очень много то уже уже три раза бросал думаю все не хочу спокойно я лучше у кого-то куплю я лучше у кого-то куплю вот жду когда же появится конкурент в украине что можно было у него покупать почему не появляется не понимаю почему все уже привыкли что можно заказать у Дениса Фадеева он там сделает такую комбинацию такую привезет и все вот я дома буду сидеть ждать я знаю что он привезет я жду когда появится вот youtube говорю появись конкурент чтобы я у тебя заказал чтобы я передал свои полномочия потому что это время не занимает очень много потому что это общаться вот 700 маток все задумают это 330 человек это 330 человек каждому нужно уделить время с каждым нужно пообщаться выслушать его желание рассказать свои возможности ну это не так уж для этого есть ночка что для этого есть ночка ночью работаю спасибо спасибо не я летом перехожу уже потихоньку клиентов летом перевожу на какое-то смс информирование то есть я делаю определенные рассылки и людям прошу писать задавать вопросы это потому что если он мне позвонил как сезон и и все и вот как Ваню зацепило и все и все я разговариваю практически только тогда когда еду в машине это для меня prime time когда бы я не ехал в машине я могу разговаривать с людьми только остановился пришел на базе все ну невозможно разговаривать у меня курьер специально он забирает оттуда 20 часов едет до Киева то есть 20 часов едет до Киева я специально получаю в воскресенье вечером так подгадал чтобы в понедельник уже уже рассылать у меня есть ночь чтобы получить коробку и расфасовать смотрите мне привозят мой товарищ из Калифорнии там три пересадки три пересадки но в сумме да авиа влияет не влияет вот сколько маток приходили все были плотные развивались все отлично каким путем да в авиа может они какой-то багажный отсек где холодно промерзает это будет конечно влиять и тоже жара тоже влияет на маток на транспортировку может даже в машине вы поставили куда-то там жара это да вы идете пешком в руках держите и все по маткам из Германии что еще рассказать цена я привожу то что есть спрос да есть свободного скварика облетывается на пасеке у матководка то есть там он сосредотачивает семьи одной породы и получает маток свободного спаривания цена 35 евро в Украине уже с доставкой с гарантией этой матки в Украине потом есть контролированного спаривания но на материке то есть это в горах там лесу стоит уже в Украине с доставкой с гарантией 80 евро островные искусственное осеменение 100 евро вот вот цены это опять же с гарантией потому что у меня вот есть были в этом году попытки составить мне конкурентов людей у обоих в транспортировке ну как маленькое количество пытается сэкономить на доставке доставка это очень важно и были проблемы с матками он опять же в минусе и перестал это не я тоже первый год был в минусе и потом потом вернулся то есть были были есть есть нюансы с доставкой все какие то вопросы смотрите я понял что то есть селекцию да да там после обеда вот расскажет мой коллега про селекцию но в Украине есть определенные возможности у нас есть уже один один изолерный облетник Бакфаста это на косах в Азовском море есть косы они то есть есть доступ на авто но далеко находится от земли то есть там облетник второй облетник это я уже два года его держу это еще обеточная коса там 25 километров то есть он там сейчас разрабатывается мы можем сами заняться этой же селекцией то есть нужно конечно информация опыт но также мы можем производить своих маток контролируемого спаривания с помощью искусственного отсеменения насыщения определенные регионы то есть это все можно сделать и наши фермеры как вы говорите да ваши фермеры у нас в Украине есть агрохолкинги большие которые выращивают для себя сами семена уже под солнцем и не покупают у французов и пшеницу также раньше так и было но я же говорю про сейчас что сейчас они тоже сами выращивают а карника цвет вот 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 расскажите смотрите я я вообще букващик считаюсь в Украине карники у меня нет если бы вы сказали по благосту я бы ответил насчет карники та которая карника у меня была изначально которую я начинал она была достаточно серый даже у меня цвет был похож вот такой блестящий серый не тускло серый как асфальт а такой вот больше блестящий серый матки были разного цвета но такие чтоб желтых не было были и темно-коричневые и такие тигровые темные но тергиты именно темные и черные почему я это спрашиваю потому что если мы чисто поводистые то должны быть все одинаковые а вроде делали с чистой породой а вышли матки разные матки вот вы запишите этот вопрос и зададите нашим ученым да 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 смотрите почему я не знаю как у вас там идет якобы война с бакфастом у нас тоже есть определенные и поклонники и противники бакфаста но понимаете большая Украина и очень много климатических зон у нас 50 км отъехал совсем другие условия совсем другие и каждый я считаю что каждый должен подбирать породу как инструмент да под себя то есть вот кто-то занимается пыльцом кто-то занимается медом сделать какой-то вот породной ранее у нас придумано да как если в одной стране даже в киевской области да есть север киевской области есть восток запад и юг киевской области совсем разная почва разная почва разные медоносы где есть сосновые леса есть лиственные леса есть вообще где степь ближе сюда то есть там я вот нет вообще то есть посадки в основном и как мы можем сделать так что одна порода была настолько универсальна под все условия под каждого я думаю что такое невозможно достичь может когда-то получится я для себя решил в моих условиях миролюбие бакфаста мне это очень очень важно показать вот у меня стоят двести семи будет больше забор и вот вот как пианино стоит у вас у меня дорога и по этой дороге ходят люди на базар на базар и это не один человек денег представляете если бы эту дорогу я перекрыл пчелой пчелой да есть определенные породы и у нас в Украине которые можно и мне очень понравилось миролюбие бакфаста мне комфортно с ним работать но опять же чтобы получить качественный бакфаст и отобрать под себя линию вам нужно финансово и времени больше чем с карнике карника достаточно достаточно стабильно и предсказуемо вот спасибо я думаю в бакарнике тоже нужно знать те цифры которые там прописываются и от кого заводчик например у нас в Украине были заказы из Словении и я до сих пор не слышу хороших слов о тех матках именно оттуда все говорят ну червят матки но достаточно злобливые и я знаю информацию что пчеловоды которые те матки заказывали они их с пасеки убирают не ну вот насчет страх почему я работаю все таки с Германией хотя есть заказы на привези мне с Польши мог бы тоже сотнями с Польши все таки я считаю что Германия все таки это такой реально центр да по селекции там настолько научные учреждения настолько развитые и когда я слышу вот у нас был бенефельты когда я услышал что они каждую пчелу метили каждую пчелу меткой свой индивидуально у них была селекция насчет варва толерантности и они взяли и оказалось в чем суть что в семье оказывается есть пчелы которые раскрывают чувствуют плеща и они его раскрывают а другие уже очистят то есть она уже она только дала этот толчок а все уже видели надо почистить и они собирали группы семей из каждой из каждой семьи брали там тысячу пчел пометили каждую пчелу каждую поставили в один улей и смотрели по видеокамере это нужно посмотреть сколько присмотреть найти именно эту пчелу которую раскрывали а номер что есть с какой она семьи и для меня это было это жесть а когда я слышал когда они там тысячи маток метят а потом вскрывают и тысячу маток плодных уже потом вскрывают и смотрят заполнение для меня это конечно и это выделяется огромное количество денег на это и эти деньги делают усваиваются не воруются именно когда чтобы на ворота лираться 3 миллиона евро потратили но это действительно ушло оно в пользу а выделили у нас в украине 3 миллиона научному сотруднику и мы увидим новую машину спасибо за внимание да я еще за пчел говорили те самые немцы с теми деньгами возможностями взяли эту славянскую пчелу подлили нормальной крови проделали селекцию и у них сейчас хорошая пчела карника 03 она у нас есть в украине завезена и там нехорошо пользуется спросом есть облетники и это нормальная пчела с которой охота работает еще такое насчет карпатки она идет как разновидность карпатки вот как ты так считаешь есть такие слухи что карпатки ну каждый как считает есть как я считаю есть реально насколько я знаю что это апис апис мелифера карника карпатика если я то есть ну мы можем я могу назвать свою пчелу киевлянка и что и буду так считать будет ли это в научных кругах это считаться нет то есть есть же определенные слои то есть мы не можем придумать параллельную вселенную и там сделать свои названия нет ну а как ты считаешь я уже сказал то есть карника это карпатка это карник все отдельно ну даже в книге брата адама когда он собирал же он собирал породы со всего средиземного моря всех стран путешествовал и он нашел около 30 подвидов карники то есть мы считаем что карника одна там у так что это как минимум 30 карпатка это одна из них есть вопросы я вам запомнил нет 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 ну нет но Субтитры сделал DimaTorzok